Генеральный директор инвестпроекта Хасан Богатырев рассказал о его реализации. Комбинат располагается на участке площадью 16 тысяч квадратных метров. Цель его заключается в организации непрерывного цикла перерабатывающего производства от получения первичного сырья древесины и его распила до переработки и изготовления готовой продукции. Кроме этого, завершена линия по изготовлению мебельной доски, бруса и поганажных изделий. Подключены станки. По словам Хасана Богатырева, помимо выполненных работ, начато строительство помещения под ленточную пилораму. Полностью производство будет запущено до конца года. Мебельная доска, брусок, брусок, полясь, полясь. Также поганажные изделия. Это имеется в виду евровагонка, европолк, лакхалус, имитация и уголовки. И какое дерево? Это основной будки, ясен, электрическая полностью проведена. Чтобы погрузчик не мешает, оно все уже запущено. Это как раз маятик, вот я на нем работаю. Вот, чтобы обрезать. Оно обрезается вот эти вот края, чтобы вот... Да, в лендолевой процесс производства, где-то мы должны к концу года полностью запустить ежедневые объекты. Это мы с Майкопа привезли в 18-м году, в 19-м году, да. Ну, царца есть договор. Основной дуб, ясен будет оттуда поставляться, и бук тоже. Лиственные породы, в основном, в ЭЦГР, сплотно, букмаяц пока. А лист, сама лиственница, мы с Атангельской, и поймем, будем под евровагонку, европолк, откуда с Атангельской. Махмуд Алик Алик Алиматов подчеркнул важность организации и поддержки подобных предприятий для жителей республики. Он отметил, что необходимо в рамках закона организовать поставку местными жителями, лесниками, материала на производство. Работу предстоит организовать в Министерстве природных ресурсов и главе Сунжевского района, поскольку лес республики сосредоточен в основном на этой территории Ингушетии. Руководитель региона рекомендовал гендиректору расширить линейку продукции с акцентом на качество. Таким образом, реализация проекта создаст востребованное промышленное предприятие в республике. Что я хочу, чтобы вы разработали? У нас, по моим сведениям, у нас местные люди, ну, Бог, Бацар, Хамада, Алик, это не вина их, это мы виноваты, не создаем им ничего. Но, с другой стороны, они все равно, ну, мягко скажем, лес потихоньку воруют. Вот они его продают за 5-6 тысяч, мне говорят, вот этим перекупщикам. Значит, нам как это сделать, чтобы в рамках закона, делянки, жица, вот сделай, вот, ты можешь их посчитать в районе, да? Через Министерство экологии и лесного хозяйства определить, и чтобы он официально их скупал. Он же налоги будет платить, все будет платить в район. Чтобы он, например, зарабатывал, чтобы у него лес был, чтобы он там, ну, у него же, ему же нужен материал. Материал из Нахбии официально оформить. Официально сдавали ему лес. В войнах, в войну, я поддержку тебя личную буду делать, и он будет делать, и правительство будет. Но ты только не обмани меня. Понимаешь? Ты только возьми, я тебя прошу. А с хамыча, что делянки жи, добарды, ерды, вожди, цена, гады, ах, ждали. И у них будут официальные налоги, у тебя будут официальные налоги. В заключении глава региона заявил, что организации будет оказана поддержка со стороны руководства и правительства республики при условии, что компания наладит легальную и полностью прозрачную систему сбыта материалов и покажет себя добросовестным представителем бизнеса. Я прошу, делайте свое дело. Ну, нужно сделать так, чтобы люди были довольны. Вот что я говорю. Болху-болху-болху. Хадзи Дабриева, Хусейн Гагеев, Юсуп Ханиев. Новости 24.